И снова приветствую вас на канале Витландский Бровар. И с вами, соответственно, сам Бровар Торкиль Гидловец. Тобок Ян. Ну что, когда вы помните, минулым разом я варил той самой, это самым мной ЗОСАЭЛ. И у меня появились пригоды со счильностью. Кстати, когда вы не помните, то посмотрите. Тут будет посылочка. Ну так вот. Как вы помните, что меня там скакало, как хотело, от ничего до никаких небес, и я не мог понять, что отбывается. Я долго-долго думал, мало не спал полночи после той варки, и загадался. Это была вельми смешная, вельми простая моя помылка, и зараз я вам все расскажу. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь, ну и можете подтримать хатне Броварства раз с посылочки на Байме Кофе и Патреон. Распогадаю. Ну так вот. Все просто. Когда я взливал сусло, промывал его, промывал дробину, то, конечно же, промывочная вода у котел все меньше и меньше шчильная становилась. И, наконец, это была уже такая мало шчильная водичка, как и мая быть. И я, когда брал замер, я не перемешиваючи, ничего не срабивши, просто сверху зачарпнул то, что было, а, конечно, больше шчильное сусло опустилося на дно, а сверху была та самая вода можжевеловая, ядловая. Ну вот и отказ, почему у меня отрималось, сколько там 1,17 тысячных относной шчильности. Вот так, до речи. Так-то, шчильность после варки отрималась неправда, 1,72 тысячных, довольно хорошо. А показания гидрометра, того самого, как я сунул у ферментар, адрознаваліся моцна у высшейши бок, потому что я банально его дрэнна откалибравал. Вот и простые отказы. И, бачите, николи не сдавайтеся. Потому что у меня тогда были думки вылить нафиг сусла и не замарочываться с гэтым, а приканцы отрималася. Что отрималася? Пройшло 4 дни. Все целком выбрадзела. Паглядзел, квейк вельны худки. Выбрадзела до 1,15 тысячных. Тобок набрало 7,9 оборотов. И зараз я разливаю по бутыльках, даю праймер и отправляю на карбонизацию. И карбонизацию, як раюць, треба таксама 5 дзен при температуре ближай до 40 проводить. Тому я паспробую создать некие умовы с повышенной температурой. 5 дзен яна будзе карбонизавацца, и ашчэ 5 дзен не меньш будзе стоять в большх холодном мецце. И потэм будзем каштаваць у гэтым же выпуску крыху пазній. Ну, вось, пакольки у мене нема некого коудры с автоматичным подогревом, те штоси еще, я ось так ось, все пиво загорнул у коудру, поставил туды бутыльки с теплой водой градусов 50, там я думаю, будзе середнім норм. Закину ашчупка глядзеть температуру, ну и буду мяняць ваду, калі што, каб яно 5 дзен больш-менш там от 30 до 40 трымала температуру. Паглядзем, што трымаецца. Зараз мы скасуем 10 дзен, и ўжо адразу перайдзем до дегустаций. Вельба цікава зараз яшчэ не ведаю пакуль. Ну што, спадзяваўся, што прайдзе 10 дзен до наступнага запису, а леш атрымалася так, што мянула 2 месяцы. И на сам рэч, ў мене з той партый засталася адна апошня бутылечка. Я спеціальна ёе пакіну, каб записаць канец гэтага выпуску. Вось, сразу скажу, што піва атрымалася цудоўным, гэта вельмі цікавы досвід. И я буду працягваць експераменты з гэтым фармхаусом, і ўжо заутра збіраюся варыць нешта асаблівая. Хачу сумястіць нарвежскі гэтый фармхаус з грюйтам, табо, катрымаць нешта, што на сам рэч магла быць з усім старажытным. Я тут прадбаў такой зёлкі шатлянды ажна. Гэта васковніца. Яна ўваходзіць ў рецептуру грюйтам. Старадаўніх так сама. Буду выкрастоваць, канешніш, крываўнік. І будзім паглядзіць. Гэта васковніца і чаму ёе набываў шатлянды. Яна распаўсюджана. Амаль па ўсім узбережжы паўночны Йуропы. І толькі ў адзіный Литві яна занесіна ў червонаю книгу. Таму вось так прайшлась і замавляць. Ну што? І што напраканцы атрымалыся з гэтым півам? Я скажу так. Піва, канешні, моцная. Але гэты моц, ну амаль зусім не адчуваецца. Не мавысь гэтага спірта мне якім аддавала чымсь тешче. Яно з лёгкай кислинычкай такоя. Ах, бачыця. Бачыця, які коляр. Ось я ні. Ось прикладно так. Ну і гэта добрый досвід. Адчуваецца тут ўсё разам. І крыху гэты хвойнасця да ядлоуца. І адчуваецца некая мальтознасць такая. Ну, більш-менш выразная. І ось гэтая кислинычка. І такі вось крыху карамельны прысмак. Тому што, ну, не здармаш. Мы так долга яго карамелізіравалі ў нашым рондалі. Кратей ўсім раю. Паспробоваць гэты рецепт. Гэта вельмі смачні. Ну, гузьма. І пакут.